Поехали. Вторая партия матча Горяков-Широков. В первой партии довольно неожиданно Кирилл победил, а во второй партии за первые ходы ввергает меня в уныние. Просто Ж4, Ф5, ЖФ, это, конечно, талантливо. То есть, Ф5 просто слабый ход, а на Ж4, наверное, Ф5 еще глупее необоснованнее, потому что так черные даже не получают преобладания в центре. Ну и по-хорошему позиция черных, позиция белых, прошу прощения, выиграна. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров. Удачи. Встретимся в следующих матчах. Ну, разумеется, пошутил, конечно, будем досматривать. Хотя мне этого делать очень не хочется. Е4 довольно интересное решение, мне нравится. На коне Е4, видимо, было задумано Ф5 с победой. Ну, а так, после конь С6, пусть непонятно, за что была отдана пешка, собственно. Ну, надо, надо что-то делать. Надо играть Д5, наверное, действительно, Кирилл прав. Не очень понимаю, что на ЕД, правда, задумано. Видимо, какой-то конь Д4. Потому что, если взять на ЕД конь Д5, то после Ф5 надо сдаться. Кирилл это видит. Он играет конь Б4. Тоже возможный, наверное, метод. Обе пешки на Ф5, на Д5 висят. Видимо, черные по-прежнему только без одной будут играть. Ну, Д5, да. Может быть, с идейной точки зрения правильное решение. Надо. Надо чем-то компенсировать. Ну, бездарно разыгранный дебют. По крайней мере, позиция становится сложнее. У белых тоже достаточно много слабости. Тут конь С3, но С5, мне кажется, отвечать надо. Значит, избавляться от этой неприятной пешки. Да, С5 сыграно. Кстати, он висит на С2 и на Д5. Не исключено, что сейчас черные отыграют еще и вторую. А если нет, играют вторую, то непонятно. Непонятно вообще, лучше ли у белых. В общем, опять довольно странно протекает партия. Видимо, код С2 неточный. То есть надо было просто в конь С3 сыграть. Или может быть просто даже Д4. Опять же, с той же идеи на конь Е4 и Х5. С Л2, видимо, чуть-чуть медленно и так. И вместо того, чтобы забрать пешку на Д5, Кирилл отдает абсолютно ни за что еще одну. Видимо, с идеей на ДЕ пойти С5 и отдать еще одну на Б7. Опять же, я, видимо, просто шахматист принципиально иного стиля. Я не понимаю, что можно сказать про эти ходы. По крайней мере, того, что можно пустить в эфир. Слон Ж5, ну, тоже логичный, в общем-то, метод. Хотя я, конечно, взял бы на Е6. Потому что она Д5 слабая. Чуб не избавится от нее. Ну, с другой стороны, даже что... Например, слон бит Ф6. Слон бит Ф6, слон Е4. Прихватывая белые поля. У белых большой перевес. Позиционный и еще и лишний материал. Что тут нужно сказать? Вообще, довольно забавно. Да, все матчи с участием Кирилла Шорхова протекают по одной и той же схеме. Довольно глупые и странные жертвы. Что в первой, что во второй партии. Первую партию Кирилл пока выиграл. В двух своих предыдущих матчах. Вторую пока в обоих матчах проиграл. И в этой партии, по-моему, близок к поражению. Потому что приходится играть конь А6. Ну, иначе без коня делать в этой позиции нечего. А что вот так Кирилл думает? Хотя, думать надо было раньше, на мой взгляд. В этой партии, а не сейчас. Сейчас же надо делать единственные ходы. И как бы надеяться, что соперника не хватит техники. Служить 4 это, опять же, очень странное решение. Первый играет, что можно взять ножи 4. У белых там будет подавляющая инициатива. За потерянное качество после конца 2, коня 1. Ну, можно пойти слон f3 просто. Поменять белопольных слонов, это тоже выгодно. Белым можно пойти коня f3. Опять же, что дал ход с лж4 не очень понятно. Не, ну опять же, это интересная идея. И опять же, она при этом нисколько не улучшает позицию. Чёрных. Ну, единственное, может быть, какая-то ловушка, что она на ферзь d2 ход в том же 5 практически выигрывает уже. Но нельзя же на таких ловушках строить свою игру на полном серьёзе. Единственный положительный фактор в этой партии, то, что у Кирилла намного больше времени. Другое дело, что обычно она этим фактором не пользуется, добавляя соперник в минуту. Ну, знаю. Я пошёл бы, наверное, слоны f3. Хотя, f3 похоже выигрывать фигуру. Потому что на слонов f4 можно отойти король f1. Я не вижу ни одного тактического трюка за чёрных. Но непонятно, зачем оставлять своего короля. То есть, можно просто пойти слоны f3. Вместо лишней фигуры лишняя пешка, но... Позиция при этом спокойнее и просто... Большой перерасный убил. Ну, очевидно, что после слонов f3 на слонов f3 надо бить. Так, а прошу прощения, возможно, я... Не совсем правильную рекомендацию. Да, потому что на ферзе, конечно, конь c2. А на коне f3 и конь d5. Хотя бы чёрный отыгрывает материал. Может быть, это не то. Ну, в таком случае, наверное, белым надо пересилить. Пересилить себя и пойти всё-таки ферзь d2. То есть, прошу прощения, пойти f3. Съесть эту фигуру. И немножко пострадать. Но я не думаю, что этой атаки достаточно, чтобы компенсировать материальный урон. Можно ничего не отдавать. Можно пойти конь e2. И там чёрным абсолютно точно придётся возвращать коня на a6. Но... Мне кажется, развитие коня на e2, это не совсем то, что должно здесь произойти. Но то, что делает Кирилл, это очень странно. И очень, опять же, не буду повторяться, но неуважительно по отношению к сопернику. Если, конечно, я не вижу только верхушку айсберга. И на самом деле тут у Евгения не было каких-то проблем с соединением или ещё чего-то из этой серии. Ну, надо брать ладью на a1. Что делать? Брать ладью на a1. Ну, кстати... По крайней мере, Кирилл смог осложнить борьбу тут каким-то образом. Кстати, мне кажется, что ход к король f1 был неточный. Мне кажется, что было сильнее к король e2. Потому что на конь b1 белые могли ответить конь f3, нападая на коня. А если конь отходил на b3 или на c2, то ферзь а4... Выигрывала коня. Ну, конечно, 2-0 это очередной глупый зевок. Или очередная глупая жертва. Не знаю, как это даже назвать. Почему не взять ладью, когда её дают? Может, Кириллу не нравилась ферзь d1, но так пусть соперник потратит 2 темпа своего ферзя, но a1 уберёт. Потом, чтобы будешь проводить свою атаку. Почему ладью-то не съесть? Ну, в общем, тяжело это комментировать. Надеюсь, ладья и 1 тоже ход вызывает некоторые удивления. Ну, побейла и 1 теперь шо уже. Четыре зачем-то сыграла была на коне f3 абсолютно всё, ничего лучше, чем конь 1 не будет. Не знаю, может, какая-то лушка. Вроде как на ладья e2, ладья f2 побеждает, но понятно, что никто в это не попадётся. И вот теперь на коне f3 придётся играть конь бюджет e1. Потому что на ладья f4, ферзь d6 побеждает. Все фигуры белых ходят из-под боя снова. Пошмар. Ну, в общем, опять матч приводит странные впечатления. Белыми играет шахматист достаточно с пониманием, серьёзно играющий. Чёрными играет, ну, какой-то голодранец-босяк. С полным отсутствием всяких манер, и при этом чёрные побеждают. То есть не чёрные побеждают, а Кирилл ведёт матч. Я не исключаю, что он эту партию выиграет каким-то чудесным образом. Так, я прошу прощения, видимо, моё соединение подводит. Да, сыграл и сыграл белый ферзи d6. Холлэш 8. Ну, видимо, Кирилл своим буйным стилем эгретаком уже всех запугал. Евгений, думаю, тут боится, что зевнуть, хотя мне кажется, что можно, ну, просто пойти ладе е2. Абсолютно ничего в чёрных нет. Никакой трактический удар не проходит. Конь на c2 в ловушке. Ну, конь d4, это просто размин ещё одной фигуры. Вместо этого белого опять отдают ладью на е1. Это уже даже не смешно. Я не знаю, Кирилл побьёт или куда-нибудь там или нет. Ну, даже альтернатив не видно. Ферзи в 8 может быть какой-то альтернативой, да. Ну, просто зачем это всё делать, когда можно взять ладью на е1? Абсолютно не понимаю. Конь на c2, это ни в одном месте не атакующая фигура. Почему не взять ладью на е1? Теперь по сладе е2, конечно, он абсолютно выиграл, надо сдаться. Потому что белого могут просто взять на d4, хватает защит на поле f2. Ну и всё. Просто личная фигура и лучшая позиция. Ну, е1, да играть Кирилл, что ещё делать? Не знаю, видимо, он в ладью на е8 хочет пойти. Просто ход ради холда. В общем, доложу до сведения всех наших зрителей, что следующий матч с участием Кирилла Широкова, если, конечно, на него выпадет жеребьёвка, хотя бы ещё раз, будет проходить без меня в качестве комментатора, потому что я не могу смотреть на такие шахматы. Называют у меня Скорпиум ныне. Ферзь и 5 надо играть. Включать ферзя хотя бы с другого фланга. Нельзя не биться же головой, а пешкой в 2. Всю партию. Не знаю, о чём тут думает Кирилл. ЛДФ6. Абсолютно, по-моему, не туда. Теперь надо играть ЛДФ4. ЛДФ4. В Белом, видимо, надо не на Е4 отступать всё-таки. Пусть теперь приходится играть, видимо, Ферзь и 6. Ну, можно Ферзь и 5, чтобы пойти. Может Ферзь и 5 сильнее, кстати. Потому что у тебя тогда даже хода Ферзь и 5 не будет. Ферзь и 6. ДФ6. Но я не думаю, что это будет повторение. Я думаю, что Белой пойдут Ферзь и 5. Или Ферзь и 4. Ферзь и 4 я обстрелил. Или Ферзь и 3. В общем, любой ход, который не допускает повторения. Может, есть маленькая ловушка, что Ферзь и 7 играть нельзя. Это ЛДФ2. На ЛДФ2 чёрный бьёт не слоном, а Ферзём. И остаётся с лишним Ферзём и выигрывает неожиданно. Ну, сдай Крил, он добавит сейчас ещё минуту. Ещё минуту. Я бы сыграл, опять же, Ферзь и 5 на месте чёрна. Всё равно другой разумной идеи нет. ЛДФ7. Да, вот Белые убрали Ферзь и безопасную клетку. Задали чёрного вопроса, в чём была их идея. В чём была их идея, это большой действительно вопрос. Потому что, по крайней мере, на поверхности этой идеи точно нет. Слон-Жу-5. Ну, Слон-Е нет. Ну, теперь Белые просто развязываются, у них вообще нет ни одной проблемы. Когда чёрный сейчас засчитаться от мата, будет сыграна Кроль-Жу-2, и все фигуры войдут в бой. Ну, Кроль-Жу-2 самая техничная. Мне кажется, таких АДНД делать просто руками. Нет, никакого смысла тут идти белым ставить мат по этим белым полям, когда можно доразбиться, пойти Кроль-Жу-2, ЛДФ1. У чёрных не будет ни одного трюка, и потом уже идти ставить мат. Но, конечно же, меня никто не слушает и играет Ферзь-Жу-5. Теперь у чёрных снова какие-то трюки появляются, вроде Слон-Е3, да. Слон-Е3 сыграна. Конечно, это абсолютно никому не помогает, ввиду Кон-Еф5, но тем не менее. Кон-Еф5 чёрный может вернуться, то есть на НЖ-5, и будет на Ф5 висеть. С 18 секундами на числах вот такие ходы могут быть неприятными. Ф3, ЛДЕ8 надо играть. Подтягивать последнюю фигуру в бой. Крилл пытается, как обычно, решить исход партии двумя фигурами, а это редко срабатывает. Крилл, пойди, ЛДЕ8. ЛДЕ8 сыграл, всё-таки молодец, Ферзь-Жу-6. Теперь ЛДЕ8 бьет Ф3, видимо, побеждает. Или ЛДЕ8-4 побеждает. Ну или... Так, вместо этого сыграна Ферзь-Жу-8. Это очень странно, потому что это абсолютно не в духе Крилла. Вместо очередной глупой жертвы делать какие-то защитительные ходы. Теперь надо найти ход ЛДЕ8-6. Чтобы просто была хоть какая-то игра. Вместо этого, я думаю, чёрные собираются просрочить время. Вместо этого чёрные сдались. Ну это, конечно, просто гениально. В общем, всем спасибо за внимание. Это была последняя партия с участием Кирилла Шеркова, которую я когда-либо комментирую. До встречи в следующих партиях нашего дружеского матча. Возможно, шоколадисты будут радовать нас более качественной игрой.